В церковь Пресвятой Богородицы из Санкт-Петербурга была доставлена икона крещения Ас Алании. В истории православия крещение Алан имеет большое значение. Речь о написании иконы, в которой должен быть отражен собирательный образ крещения народа средневековой Алании, шла давно. Была разработана идейная концепция, созданы эскизы, определена техника иконописи. Прихожанка Аландской православной церкви Елена Тедеева не раз помогала в иконографии, так как знакома со многими одаренными иконописцами. Без ее поддержки не обошлось и на этот раз. В итоге Южная Осетия получила икону, отражающую важные страницы истории народа, крещения Алании и события, связанные с этим фактом. Потихоньку мы разрабатывали это направление, и результатом явилась наша святая икона, которую мы, так и она называется, крещение Алании, а по-осетински мы ее, значит, зовем «Ос Аланыстона Эхснайт». И здесь я хочу подчеркнуть тоже такой момент, что до сих пор, вот, ну, мы понимаем, что церковь возрождается в Алании, она, вот сейчас она возрождается. И очень много, конечно же, вот с того момента, когда была создана Аланская митрополия, была утрачена, в том числе и термины, в том числе и вообще, вот, очень многие вещи. И очень многие термины, очень многие, вот, обозначения нам надо было снова привносить в оборот, чтобы мы уже пользовались этим. Особое внимание стоит уделить и остинскому названию иконы – «Ас Аланыстона Эхснайт», что, по мнению отца Якова, более точно отражает суть образа и идеи иконы. В данном случае Эхснайт отражает величие события, в отличие от традиционно-фразеологического «Дон Архот Райсен». Она не выражает точности именно события «Дон Архот». «Дон Архот» – это, скорее всего, освящение воды. Да, это часть, как бы, крещения, и мы можем сказать, что, когда мы освящаем воду, мы «Дон Архоа». Но в данном случае именно обозначить крещение, принятие крещения народом, для этого нужно было, наверное, подумать побольше. И мы обратились к нашему брату, нашему земляку Саурмагу Базата, все его знают, священникам. Мы с ним советовались и пришли к такому общему соборному мнению, что подобрали слово «эхснайт». Это, как бы, мы обращаемся к древнему понятию принятия крещения, как омовение от греха. И мы вот поэтому корень вот этот взяли. Икона отображает события, связанные с установлением христианства в Алании, святых покровителей и великомучеников православной христианской веры, которых венчает образ Иверской Богоматери, защитницы Алании, святых архангелов Михаила, Гавриила, Георгия и пророка Илия. Эти покровители Осетии изображены в верхнем ряду. В центре представлено крещение аланского царя Озбахатера. Исторические личности – крестители Алании, ставшие святыми. Апостолы Андрей и Симон Каноник, святые Мария Ясыня и Нина, святой патриарх Николай Мистик. Его указом была создана аланская кафедра, аланская митрополия тысячестолетий, которые мы в Алании отмечать будем. Не крещение, я хочу подчеркнуть, а именно установление кафедры. Здесь надо быть очень большой. Крещение по первой мете мы приняли уже в III веке, точно зная от святой Нины. А вот кафедра была установлена святым патриархом Николаем Мистиком. По бокам также изображены святые, связанные с Аланией, православные церкви и храмы Осетии, точные копии архистского, икорского и джерского храмов и собирательный образ всех христианских церквей Южной Осетии. И, конечно же, образ аланского народа, принимающего святое крещение. Когда мы видим икону, приходит очень много других идей, мы бы и вот так сделали. Но это начало. Эта икона, она уникальна, она первая. Она первая, она единственная. Мы постараемся сделать с нее списки, мы постараемся перенести ее на бумагу, то есть сделать хорошие оттиски и распространять, давать нашим людям, чтобы мы все знали, что вот это событие именно, оно было, оно имеет место быть в нашей истории. И вот то, что сейчас и в Северной Осетии возрождается православие, в Южной Осетии уже с каких пор, значит, есть Святая Аланская епархия, православная церковь. Вот это есть, это исток, это есть наше начало. Прийти в церковь Пресвятой Богородицы и помолиться перед иконой крещения Ас-Алани может любой желающий. Отец Иаков отметил, что одним из консультантов во время написания иконы был историк, главный научный сотрудник Института археологии и истории Северной Осетии Михаил Мамиев. На сегодняшний день Аланская епархия также разрабатывается икона Собор Аланских Святых. Эльвира Дебилова, Александр Кокоев. Информационный выпуск сегодня.